Кто стал новым президентом Аргентины? Россия и Китай. Новые горизонты. Всем привет! В эфире Универ-Новости, а в студии Карина Саяхова. 19 ноября в Национальной библиотеке Республики Татарстан в рамках научного лектория Milmax Science выступила доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Мира Пономарева, которая рассказала о современных научных представлениях о генетически модифицированных организмах и способах их получения и проблемах биобезопасности, с которыми может столкнуться каждый. Также на лекции обсуждалось, почему ГМО вызывает страх у людей, стоит ли доверять исследованиям и по каким причинам природа создает такие новые организмы. В настоящее время генетически модифицированные организмы, растения, животные, микроорганизмы, они дают нам возможность решить многие проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, решить многие проблемы, связанные с профилактикой заболеваний и лечением этих заболеваний. Ну и я этот вопрос запустила, можно еще с помощью них восстанавливать нарушенные экосистемы, например, после нефтедобычи использовать генетические модификации, после других экологических бедствий. 20 ноября состоялась 22-я международная научно-богословская конференция «Богословия и светские науки. Традиционные и новые взаимосвязи», посвященная 300-летию духовного образования на Казанской земле. В рамках одной из секций было проведено заседание «Религия, наука, образование, история и современность», где основным модератором стал протеерей Алексей Колчерин. Вместе с докладчиками гости мероприятия окунулись в историю философии, проследив вектор ее развития вплоть до наших дней. Также с приветственным словом выступил директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Михаил Щелкунов. Он отметил, что несмотря на противоречивое название, где сталкиваются наука и религия, оно имеет под собой абсолютно объяснимое толкование. Мировые тенденции уже в конце 20-й века, а сегодня очевидно, они не были столь жестко со стороны науки, противопоставлены развитию религии, в частности, богословия. Поэтому сегодня, скажу вам по-философски, картина представляется таким образом. Человек многомерное существо, и он постигает мир, естественно, самыми разными способами. Можно способ веры, можно через искусство, можно через философию, можно через науку и так далее. Отношения двух передовых государств Российской Федерации и Китайской Народной Республики сложно не назвать дружественными. Даже больше идет постоянное развитие сотрудничества двух держав. Так, с 20 по 21 ноября в стенах Института международных отношений КФУ проходит четвертый международный научный форум «Россия-Китай в меняющемся мире», на котором с важнейшей миссией выступили титаны мировой дипломатии. В Александровском зале Института международных отношений Казанского федерального университета стартовал четвертый международный научный форум «Россия-Китай в меняющемся мире». Основной его целью является налаживание сотрудничества между двумя передовыми державами Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, дружественные отношения которых наиболее важны в условиях многополярного мира. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов почетных гостей форума и представителей Казанского университета. Среди выступавших были генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казань Сянбо, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. Первый проректор – проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрудинов, директор Института Китая и Центральной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев и китайский писатель Жуань Мэй. По словам каждого из присутствующих, особенно радует многолетняя плодотворная работа вуза со студентами с одной из наиболее активно развивающихся стран Китая. Экономическое сотрудничество сегодня восстанавливается именно по пути, который был когда-то, так называемый, шелковый путь. Сегодня экономическое сотрудничество между странами Азии, России, Китая, странами Юго-Восточной Азии, выстраивается по совершенно иным логистическим цепочкам. И очень важно понять, какие мы будем иметь проблемы, потому что ни одно дело без проблем не обходит. Мы должны готовы будем решать проблемы. Конечно, российско-китайская тема, например, которую мы обсуждаем на этой научной конференции, она как никогда актуальна. Первый раз за историю наших торгово-экономических отношений в России и Китае в этом году товарооборот достигнет 200 миллиардов долларов. 200 миллиардов долларов впервые. И, конечно, с Татарстаном отношения у нас тоже активно у Китая развиваются. У нас есть межправительственные соглашения с рядом провинций Китая. Это и Сычуань, и Хэйлудзян, и Чунцин, и Аньхой, и множество провинций, с которыми мы подписались. И есть еще 18 городов-побратимов у наших муниципалитетов тоже. И, соответственно, бизнес очень комфортно и ярко достаточно реализует здесь свои инвестиционные проекты. Лидеры двух наших стран уже объявили недавно о проведении годов китайской и российской культуры в следующем году и в 2025 году. Я думаю, что это тоже является важным решением, принятым нашими двумя странами с целью долгосрочного развития китайско-российских отношений. Программа двухдневного форума обширна. Сразу после торжественного открытия гости мероприятия, спикеры и делегаты отправились на пленарное заседание. Студенты и преподаватели зачитали свои доклады и заслушали выступления коллег, отвечающие на самые разные вопросы. Ключевая тема – отношения России и Китая. Поговорили о векторах развития и наметили планы на будущее. Под особым вниманием образование и возможности, которые вузы представляют студентам со всего мира. От обучения в университетах по программе обмена до комфортных условий ведения международного бизнеса на территориях государств. Профессора и преподаватели Казанского федерального университета, Московского государственного университета, Московского государственного института международных отношений, Российского университета дружбы народов, а также Института Китая и современной Азии представили свои работы, касающиеся тем или иным образом сотрудничества стран. Две статьи, которые обе посвящены китайской современной литературе. Одна из них касается таких символов в китайской современной литературе. Мне кажется, что изучение именно современной литературы сейчас очень важно для студентов, потому что понимание культуры – это всеобъемлющее понятие, к которому нужно подходить и сквозь литературу. И какие-то исторические процессы нельзя учить китайский язык в отрыве от культуры и литературы. И, соответственно, понимание изменения литературных процессов, оно также влияет на понимание культуры и языка в целом. Одной из дискуссионных площадок стал шоурум Высшей школы журналистики Института социально-философских наук Казанского федерального университета, где в рамках форума развернулась настоящая дискуссия. Экспертами выступили ведущие умы столицы нашей страны – доцент Института стран Азии, Африки, Московского государственного университета Михаил Карпов и доцент кафедры теории и практики иностранных языков Российского университета дружбы народов, доцент кафедры международного производственного бизнеса, Государственного университета управления Олег Тимофеев приняли участие в работе экспертной площадки «Новые механизмы российско-китайского межгосударственного и регионального сотрудничества» «Десятилетию инициативы «Один пояс, один путь» и «Десятилетию формата Волга-Янцзы». Самое главное – активно развиваются российско-китайские экономические отношения. Они завязаны на множество проектов, имеют множество ипостасей. Россия становится все более важным экономическим партнером Китая. Мы отошли от той ситуации, которую раньше китайские наши партнеры называли в политике горячо, в экономике холодно. То есть уровень политического диалога значительно превосходил уровень торгово-экономических отношений. Россия становится все более важным партнером для Китая. Все российско-китайские проекты, участие в сопряжении России в поясе и пути и знаменитый для данного региона проект «Волга-Янцзы», все эти проекты нельзя рассматривать вне общего контекста российско-китайских отношений. А этот контекст определяется намного более глобальными сюжетами, связанными с китайско-американско-российскими отношениями, с текущей геополитической ситуацией в Европе, с аспектами, связанными с нормализацией китайско-американских отношений. Параллельно основной части форума также прошло торжественное открытие казанской модели шанхайской организации сотрудничества. В лице Казанского федерального университета был представлен проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Отметим, что генеральными партнерами форума стали Российско-историческое общество, Общество российско-китайской дружбы, Министерство науки Российской Федерации, Институт востоковедения, а также Институт Китая, Современной Азии, Российская Академия наук. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Аделя Файзулина, Универ Новости. По итогам обработки около 100% бюллетеней в финальном туре президентских выборов в Аргентине победил Хавьер Милей, баллотировавшийся от оппозиционно-либертарианской коалиции «Свобода наступает». На политическую арену он вступил с крайне радикальными изменениями, которые ставят под сомнение дальнейшее благополучие государства. О том, какие перемены сулит выбор нового президента, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, победил на выборах главы государства, исходя из данных подсчета 86,59% голосов. Он удивил политиков и самих избирателей еще на праймере с предварительных внутрепартийных выборах, позволяющих избрать лучшего кандидата или кандидатов от партии, которые будут участвовать в основных выборах в августе. Милей победил, набрав около 30% голосов и заняв первое место. На выборах 22 октября он уверенно прошел во второй тур. Стоит отметить, что его политическая карьера кажется экспертом неоднозначной, ведь сам он личность излишне эпатажная. Так, на одном из мероприятий он появился стоя на автомобиле и размахивая бензопилой. По его мнению, бензопила это символ того, как он покончит с политической кастой, сложившейся за последние годы в Аргентине. Расправится с буксующим госаппаратом, снизит госрасходы и поборет инфляцию, которая уже перевалила за 100%. Однако, такие выходки никак не помешали ему одержать победу на президентских выборах. Определенное зачарование существует сегодня в Аргентине от классических традиционных политиков, которые многие годы занимают свои посты, но в то же время не дают каких-то четких ответов о перспективах развития Аргентины. Это определенная тенденция разочарования политического недоверия к сформировавшимся политическим элитам. И вот на таком фоне возможно появление таких вот достаточно эпатажных, неоднозначных политиков, как Хавьер Милей. Многие высказывания Милея не раз вызывали бурное обсуждение в социальных сетях и критику со стороны многих жителей страны. Например, он раскритиковал папу римского Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его представителем всего самого вредного на земле. Также политик не против продажи органов. Мое тело – это моя собственность, почему я не могу им распоряжаться, говорил он. Кандидат в президенты поддерживает свободное ношение оружия в стране, где за последние годы число преступлений выросло в разы. Но радикальных изменений стоит ждать не только в экономической и социальной сферах. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и Израилем, прекратив при этом связь с основными торговыми партнерами Аргентины, Китаем и Бразилией. Мотивирует он это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет вступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией. Чем обернется такая резкая смена вектора в политике, пока неизвестно. Остается только догадываться, как государство будет справляться с множеством нововведений. Данный политик четко ориентирован на западную модель. В частности, он неоднократно говорил, что образцом для подражания аргентинской политики должны являться Соединенные Штаты Америки, что в принципе связано, например, с его идеей о переходе на использование американского доллара. Революционные идеи Милея, согласно опросу Латиноамериканского стратегического центра геополитики, вызывают страх у многих аргентинцев. Больше всего их пугает в Милее то, что он хочет провести сокращение расходов на социальную сферу, что кандидат как человек нестабилен и авторитарен, и что он планирует долларизацию экономики и приватизацию. Между тем, такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса. Ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать с кем хотят. И без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. Он считает, что система абсолютно коррумпированная, неэффективная. И он считает, что большинство министерств их надо распустить, а вместо этого ввести определенную систему самоуправления. Но что это за система, он четко не пояснял. Понятно только, что он считает, что действующие министерства и ведомства работают не на благо рядовых аргентинцев. При этом Милей заявляет, что не верят в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, а также санитарных норм. Главная идея Милея, как главы либертарианской партии, подарить людям свободу во всем. И никому пока неизвестно, насколько успешным станет его видение в ведении дел Аргентины. Елизавета Газизянова, Универ Новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова